Медовая акварель У каждого дома есть акрил, гуашь, темпера, пастель, угольный карандаш, белый меловой карандаш. Да не у каждого дома есть стерка элементарно. Это как бы дилемма века. Как правильно говорить, стерка или ластик? Я всегда говорю стерка. Но где-то внутри себя понимаю, что, наверное, стоит говорить ластик. А не покопаться ли в моих закромах и не найти ли там какую-нибудь детскую акварель? Я нашла детскую акварель. К сожалению, я даже не знаю ее название, потому что упаковка абсолютно белая, пластиковая, а бумажная упаковка сгинула, наверное, году 2004, когда я в седьмой класс ходила. Короче, я достала эту акварель, отмыла ее, потому что она была в ужасном состоянии. Я, естественно, смешивала краски прям вот, открыла и на крышечке. А кто так не делал? Пусть первый у меня бросит камень тот, кто так не делал. Мне кажется, что такая медовая акварель, ну, может быть, не такая, но подобная медовая акварель есть, наверное, в 80% домов. У кого со школы осталось? У кого от младшего брата? У кого от племянника? У кого от ребенка, в конце концов? Для того, чтобы написать картину, которую я предлагаю написать в этом видео, понадобится медовая акварель, палитра. Из кистей я взяла две свои старые кисти, одна из которых серьезно со времен моей художественной школы. На секундочку, художественную школу я закончила в 2006 году. Вторая кисточка, соответственно, такая же. И третья это синтетика. Я не призываю никого покупать кисточки специально. Вот какие кисти есть, такими и пользуйтесь. Тонкая и толстая, все. Вот с бумагой чуть сложнее. У меня акварельная бумага, ну, абсолютно обычная акварельная бумага, то есть это просто альбом с плотными акварельными листами. Если акварельной бумаги нет, то, конечно, лучше взять наиболее плотную. Повторюсь, как и во всех предыдущих видео, картина абсолютно несложная. Каждый раз буду благодарить вас за то, что вы смотрите мои видео, комментируете их, пишите мне на ютюбе, в инстаграме. И Ваське! Надеюсь, эту картину сможет написать большее количество людей, так как материалы нужные для нее есть фактически у каждого. Мне кажется, когда-нибудь я запишу видео, как писать грязью. Доступно и легко. Тренируемся на детской акварели. Работаем. Приступим. Коротко расскажу о материалах. Для начала я взяла обычную акварельную бумагу, я уже говорила об этом. Естественно, приклеила ее скотчем по периметру, это мое любимое. Обычно я делаю это для создания эстетической такой рамки, ну и для того, чтобы лист не болтался по столу. В данном случае я делаю это для того, чтобы лист не пошел буграми при использовании воды. О красках. Акварель медовая, абсолютно обычная, детская, ей уже 150 лет. Я думаю, что подобная акварель есть у многих, почти у всех, да. Единственное, может разниться количество и сами цвета. Кисти. У меня две белки и одна синтетика. Две белки абсолютно вообще старые, со времен художественной школы, я уже говорила об этом. У вас могут быть любые. Главное, чтобы была толстая и тонкая. Водичка, естественно, куда же без нее. Простой карандаш любой твердости или мягкости. Ну и, конечно же, палитра. Начнем с линии горизонта. Она должна быть, во-первых, абсолютно прямая, во-вторых, расположена чуть ниже середины листа. Это нужно для красивой композиции. Проверить ровность нарисованной линии можно, сделав засечку сбоку карандаша и перенеся этот размер на другую сторону листа. Теперь беру большую кисть и просто обычной водой прокладываю всю поверхность листа от верха до линии горизонта. К сожалению, в моем наборе только такой жухлый синий. И я очень долго, как видно, безуспешно пыталась смешать хоть маломальски похожий на лазурный цвет. Если у вас есть лазурный или какой-нибудь голубой, то вам очень повезло. Мне не очень, поэтому у меня небо немножко жухлое. В общем, берем вот этот такой светло-голубой с примесью лазурного и легонько прокрываем верх неба. Делаем очень плавный переход от голубого к прозрачному и на середине останавливаемся. Затем берем желтый и начинаем писать низ неба. Представим, что чуть правее у нас находится солнце, то есть эпицентр вот этого желтого цвета. И там его у нас значительно больше. В разные стороны потихонечку растягиваем. Делаем такую растяжку и плавный-плавный переход к светлому. Туда, где у нас предположительно находится солнце, наносим немножко оранжевого. Тем же оранжевым горизонтальными штрихами можно нанести облака. В область солнца добавляем еще более активный оранжевый, можно даже немножко красного туда взять. Смешиваем коричневый с синим для получения пыльного цвета. Разбавляем его водой и легонько наносим облака горизонтальными движениями, точно так же, как мы делали с оранжевыми облаками. Снова смешиваем коричневый с синим, но уже с большим количеством синего. И точечными движениями наносим на небо, создавая такие густые темные облака. Затем берем откровенно синий и такими же точечными движениями наносим чуть-чуть поверх той тени облаков, которые мы уже нанесли. Продолжаем писать синие облака той же методикой, которую мы делали до этого. Если у вас есть несколько синих, то хорошо бы было их смешать для получения интересного цвета. Берем желтый и таким же образом наносим его вниз облаков. Таким образом мы создаем эффект такой подсветки солнцем. По желанию можно добавить еще немножко оранжевых таких горизонтальных облачков. Теперь берем большую кисть и прокрываем все оставшиеся белые, все оставшиеся белые лист водой. Теперь берем фиолетовый и легонечко прокладываем его горизонтальными движениями в тех местах, где прокладываю его я. К фиолетовому добавляем немного синего для создания более богатого цвета. И такими же горизонтальными движениями наносим на темные участки. Для создания эффекта лаванды на переднем плане можно добавить немного вертикальных штрихов. На переднем плане используем больше синего. Очень важно сделать такой более темный левый угол. Теперь наносим две немного наклонные, достаточно вертикальные линии. Это будут две тени от стволов деревьев. С помощью вертикальных движений снова пытаемся создать эффект лаванды. Продолжение следует... Слегка затемняем место под деревом. Берем маленькую кисточку с острым кончиком и еще больше дробим передний план на вертикальной линии. Кстати, на переднем плане к фиолетовому можно добавить немножко розового для такой более богатой палитры. Также смесь розового и фиолетового можно горизонтальной линией нанести где-нибудь недалеко от дерева. Немного вертикальных линий лаванды под самим деревом. Мне захотелось добавить немного фиолетового и в облака. Мне кажется, лишним не будет. Теперь смешиваем теплый зеленый и прописываем им вот эту лесополосу, которая находится у нас на стыке неба и земли, соответственно, на линии горизонта. Сначала очерчиваем горизонтальную линию, а затем вертикальными линиями создаем такой эффект деревьев вдалеке. Этим теплым зеленым мы пишем деревья только под самим солнцем. Для написания деревьев по краям мы смешиваем более холодный и к тому же даже более темный зеленый. Когда с деревьями наконец покончено, смешиваем коричневый, синий, можно добавить даже немножко фиолетового для создания такого глубокого темного цвета. То есть не берем открытый черный, мы его смешиваем и прописываем стволы деревьев. Стволы пишем снизу вверх для того, чтобы наша линия внизу была чуть пошире, а сверху такая узенькая, тоненькая, аккуратненькая и деликатная. Веточки деревьев точно так же прописываем от ствола для того, чтобы возле ствола они были чуть-чуть потолще, а на кончиках совсем тоненькие. Теперь смешиваем холодный зеленый, для этого естественно зеленый смешиваем с синим, можно добавить немножко фиолетового и начинаем создавать массив листьев. Самые густые части кроны будут находиться в середине, но это не значит, что середину нам нужно полностью шаром зеленым закрасить. Нет, мы оставляем некоторые просветы для того, чтобы видно было, что это все-таки листики, что сзади светит солнце, что это не какая-то массивная железобетонная конструкция, а все-таки это дерево. Для листьев по краям кроны используем более теплый зеленый и более прозрачный, то есть чуть больше воды берем. Ну что, мне кажется, мы закончили нашу работу. Единственная ситуация за окном изменилась, поэтому тень от рамы прекрасно падает на мою работу, деля ее на две части. Если у вас возникнут вопросы, я с радостью отвечу на них внизу в комментариях. И огромное спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеюсь, этот урок будет по-настоящему полезен всем начинающим художникам. До новых встреч!